Я рада приветствовать всех зрителей телеканала Самарагис. Вы смотрите универсальный формат. В студии работает Юлия Север. Что ж, ну как всегда мы говорим вам об интересных вещах, рассказываем вам об интересных людях. Вот как раз сегодня и тоже мы решили поговорить о такой вещи, о таком событии. Не знаю, как это можно назвать, наверное, фэншуй. Многие как-то скептически относятся к этому понятию. Многие, наоборот, доверяют фэншу и как-то свою жизнь пытаются строить именно по этим правилам. Ну вот, что нам обещает, по крайней мере, интернет. Что реально может фэншуй помочь. Повысить жизненную удачу, активизировать энергию богатства, стать богатым, собственно говоря, найти свою любовь, улучшить взаимоотношения. Ну, почитав это, можно понять, подумать, что это какое-то чудо, что фэншуй всемогущий. Вот как раз сегодня и будем это выяснять в студии нашего эфира. Универсальный формат, как всегда с вами. Подсоединяйтесь поближе, прибавляйте телевизоры и, собственно говоря, ищите ответы на интересующие вас вопросы. Ну, ответят на ваши вопросы, собственно говоря, наши сегодняшние гости. Я рада вам представить. Руслан Кутузов, врач, психолог, преподаватель региональной школы фэншуй. Ну, собственно говоря, человек, который знает о фэншуй, об этом искусстве, науке. Что это, кстати, Руслан? Здравствуйте. Фэншуй с китайского переводится как ветер и вода. Ветер и вода. Давайте на этом остановимся, а потом и, собственно, расскажем поподробнее, что же кроется за этим понятием ветер и вода. Следом сидит у нас Наталья Гузева, клиент школы фэншуй, человек, который обращалась к фэншуй и доверяет, собственно говоря, этой науке. Правильно? Правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. И Наталья Кузнецова, дизайнер, человек, который умудряется как-то какие-то правила фэншуй соединить с правилами дизайна, ну и порадовать, наверное, своих клиентов. Здравствуйте, Юля. Все правильно. Все правильно. Расскажете, как же все соединить воедино и стать удачливым и счастливым, и чтобы красиво было у тебя в квартире, на даче, в доме. Хорошо? Да, конечно. Поделитесь? Отлично. Ну, представила вас, нашим телезрителям пообещала многое, по крайней мере, сказать, что такое фэншуй. Руслан, продолжайте. Ну, с короткого начали, продолжим теперь. Фэншуй, ветер, вода. Ну, глобально, если понимать, то это течение энергии ЦИ, космо-ЦИ. Та энергетика, которая дается нам свыше, и которая течет по Земле, объединяются три момента. Это небо, земля и человек. И в совокупности все эти вещи, соединяясь, придают человеческому бытию на Земле удачу в той или иной степени. То, что дает небо, это предначертано уже судьбой, и это изменить нельзя. Дается это в тот момент, когда человек рождается, с первым его вздохом, с первым потоком ЦИ в организм. То, что дает фэншуй сам по себе, это энергия Земли, энергия пространства, так как вокруг тебя это все обстоит. Где стоит стол, как правильно стоит дом относительно других домов, нет ли каких-то ядовитых стрел, которые уничтожают эту позитивную энергию. От самого человека зависит это его поведение, его образование, его образованность, его культурность, его нравственный облик, мораль и, соответственно, его добродетель. Все это все вместе дает, соответственно, ту энергию, его проживание, того, насколько он будет успешным. Сама успешность это, скорее всего, цель, не ее мы хотим придать, а мы придаем удачу. Потому что удача это этап, это то, с чем идет человек к цели, к своему успеху. Слушайте, ну так объяснили, что как будто бы фэншуй это что-то простое и что-то легкое. Но на самом деле, когда понимаешь, что-то читаешь, я не знаю на самом деле, что в интернете верно, что ложь, где придуманы уже самими людьми, где действительно какие-то правила и положения, но понимаешь, что это очень все сложно. На самом деле, долго ли нужно учиться каким-то правилам основных положений фэншуй? Этим нужно быть фанатически заинтересованным, наверное, на первый момент. А потом не всем, наверное, дается, потому что, когда учились, люди задают совершенно не те вопросы. Когда человек не теряет нить, он идет по ней и сразу слышит, что и правильно задает вопросы. Да, действительно, не всем это, наверное, дано. Не хочу себя как бы хвалить и выделять из толпы, скажем так, но на самом деле наука нелегкая, и ее надо понимать, и в нее нужно внедряться. Сейчас идет такая тенденция, что люди интересуются западной астрологией, и она как бы становится уже как бы частью людей и приемлема. Фэншуй или китайская метафизика не исключает тоже астрологию, и там тоже есть астрология. И они, если рассчитывать западную и китайскую, и восточную, они в каком-то этапе, в результате дают одни и те же выводы. Но только китайская астрология дает еще рекомендации, как избежать неудачных моментов, что для этого нужно сделать. Вот вы задали еще один вопрос, он очень интересный, по поводу того, что вот простое и обыденное. В сегодняшний день некоторые такие вещи, такие как статуэтки, какие-то еще там какие-то... Какой-то фетиш такой, да? Какой-то фетиш, да-да. Это на самом деле совершенно не то и не относится к традиционной китайской астрологии, или к фэншуле, или метафизике. Правильно, это время, сочетание с пространством, все это нужно рассчитывать, и все это нужно индивидуально для каждого отдельно подходить и рассчитывать. Просто так ничего не бывает. Ну, я вот вначале рассказала, что действительно, что нам дает интернет, когда мы забиваем фэншуй, где может помочь, где его можно применять. Вот действительно я нашла, что это жизненная удача, это какое-то богатство, это ее любовь и так далее. Хочу обратиться к Наталье, как к клиенту, собственно говоря, к человеку, который доверяет этой науке. Можно назвать ее наукой, коли уж Руслан ее так назвал. В какой жизненной ситуации вы обратились к фэншуй? Я с удовольствием поделюсь своим мнением и своим опытом взаимодействия со школой фэншуй. Дело в том, что еще в студенческой скамье мы, как все девочки, всегда обращались к астрологам. Искали астрологов, пытались узнать свою удачу, будущее, сделать какие-то прогнозы. Ну и вот опыт показал, как Руслан верно подметил, что западная астрология, она больше дает прогноз относительно планет, на небе. А именно китайская астрология фэншуй, она дает какие-то практические советы. Ну, в течение своей жизни, в своей работе я заметила, что бывают дни, когда встречи, переговоры, общение с людьми происходит как-то позитивно и продуктивно. Бывает, как на одной волне все идет. А бывают такие дни, когда что бы ни делал, все время не то, не так, нет результата. Вот, ну и потом уже, как бы, поскольку я очень интересуюсь фэншуй, я вот обратилась к Руслану, его школу, мы начали анализировать и поняли, что именно эти дни как раз они вот связаны с каким-то определенным взаимодействием. Вот, поэтому, ну, все мы знаем, что самое важное удача это оказаться в нужное время, в нужном месте. Ну, фэншуй как раз помогает создать место, а время можно рассчитать. Вот, поэтому, ну, я обращаюсь к этой науке довольно-таки часто, когда планирую какие-то важные встречи, важные события в своей жизни. Ну, также, вот, например, Руслан дал рекомендации относительно расстановки мебели дома, относительно каких-то, ну, благоприятных, более благоприятных вещей, которые можно там в разные места ставить, которые повышают удачу и усиливают течение энергии. Ну, вы почувствовали на себе действительно изменения? Почувствовали. Мне вот показалось, что даже, например, ребенок стал более успевать в школе, как-то творчески более начал развиваться, когда... Дело в том, что, вот, предположим, у нас в детской комнате там залетела пятерка и сформировался какой-то негативный поток. И это нужно было что-то сделать, чтобы это изменить. А это как раз на комнату, где живет ребенок пришлось. Поэтому, в общем-то, Руслан сделал специальные обереги, все расставил, и после этого, в общем-то, ситуация нормализовалась. Практически сон нормализовался у ребенка, и учеба, как бы, чувствую очень даже. Да, и важно знать, что в этом месте находиться нежелательно, в этот период. Слушайте, ну вы так говорите, обереги, нормализовался сон, что-то такое мистическое. Мистическое, да. Нужно ли как-то разграничить эти понятия фэн-шуй и мистика? Нужно разграничить, но все равно мистический момент останется, поскольку ци — это невидимая энергия, нам всегда казалось это таинственное, что-то чем-то мистическим. Если понимать это с научной точки зрения или эмпирически подходить научно, то это пять энергий — дерево, огонь, соответственно, потом идет земля, металл, вода. И вот они между собой циркулируют, они порождают по кругу, либо контролируют, это все взаимодействует, и это нужно понимать, как это все происходит. Когда желтая пятерка — это энергия земли, это очень сильная энергия, это энергия императора, желтого императора. Она не несет в себе катастрофу, но когда человек действительно достойен императорской позиции, для него она может быть полезна. Но опять же нужно знать, мы все не можем подходить под эту энергию. И, соответственно, оберегаться как? Землю, соответственно, следующее идет — земля порождает металл. Соответственно, земля дает энергию, и нужно ставить что-то металлическое. Все это в совокупности металл порождает воду, это еще больше утягивает энергию. Ставится соль с водой и монетки металлические. То есть этого достаточно. Вот еще один из вариантов — это пагода. Да, рассказывайте, что такое нам принесли сегодня в эфир. Как раз она помогает оберечь себя в тех местах, куда прилетает желтая пятерка. Это летящие звезды, тоже одна из наук — фэн-шуй. При расчете... Это как-то надо куда-то ставить, то есть в определенное место надо... Да, да, да. Это девять зон в квартире, получается, в восьми циркулирует энергетика, и, соответственно, звезда вот эта летает. И нужно каждый раз... Есть годичная пятерка, есть месячная. Вот ставим мы, например, вот эту годичную пятерку, а соль с монетками — там, где месячные. Хорошо. Ну, я думаю, мы с вами по более практике расскажем. Как раз у нас есть фотографии подготовлены. Но для начала я обращусь к Наталье как к дизайнеру, которая, я так понимаю, в своих дизайнах интерьера применяет как раз-таки фэн-шуй. Правильно? Да. Трудно ли сочетать? Конечно, трудно. Потому что иногда люди обращаются, хотят именно обставить квартиру по, скажем так, по фэн-шую, учитывая все варианты. А часто, когда покупаем или нам остается квартира от родителей, то есть в которой мы живем, бывают такие моменты, что квартира просто не подходит. И если Руслан делает какие-то расчеты, и, допустим, здесь вот желательно сделать комнату отдыха или спальню, и кровать получается посреди квартиры, то есть, то совместно уже приходится искать какие-то варианты, решения для того, чтобы... Компромиссы. Да, компромиссы, чтобы поставить. Потому что, сами вы понимаете, кровать посреди комнаты — это очень тяжело. Ну вот... А на себе применяете практики фэн-шуй? В личном? Я имею в виду, у себя дома, быть может? Конечно. Есть такое. То есть, все равно, куда желательно спать? Головой в какую сторону? Где лучше? То есть, это нет такого. Я помню, раньше говорили, там, как ну, к двери. Надо еще там массу каких-то нюансов, так? Но есть основные правила, как бы, которых можно придерживаться, да. Я извиняюсь, самое главное, чтобы человеку было комфортно. В итоге. В итоге. В итоге было комфортно. Потому что в процессе может казаться, что комфортно, видимо, может быть, какая-то эйфория его в этот момент посещает. А в итоге оказаться, может, что это совсем не так. Слушайте, ну, я предлагаю какие-то такие практические, действительно, знания нашим телезрителям донести. Но, прежде, давайте посмотрим с вами сюжет у жителей нашего города. Спрашивали мы очень интересный вопрос. Как же жить и не волноваться? Вот есть какой-нибудь у вас ответ такой универсальный? Волноваться? Не волноваться. Жить и не волноваться. Вообще, волноваться – это норма. Это норма. Да, не волноваться – это уже клиника. Это уже клиника. Хорошо. Наталья, ваше мнение? У меня мнение схоже с Русланом. Мне кажется, волнение, оно придает какой-то стимул, возможность сосредоточить мысли, действия, желания. То есть возможность подумать о том, что хочешь. Если жить все время в расслабленном состоянии, то мне кажется, как бы… Хорошо. Наталья, у вас есть как жить и не волноваться? Не переживать, не волноваться? Ну, нет такого, нет такого. Волнуйся, переживай всегда. Может быть, какой-нибудь интересный для себя вариант вы найдете в нашем следующем сюжете. Смотрим опрос «Как же жить и не волноваться?». Чтобы не успокоиться, жить позитивно, радоваться каждому дню, дорожить каждой минутой, каждой секундой – наверное, залог счастья. Без проблем, без проблем, без проблем. Это очень большой вопрос. Тогда вы должны быть здесь, в России, потому что я думаю, что люди в России не должны волноваться о любом. Мне кажется, российский человек сам по себе, он человек, который не волнуется, ему все по-барабану, как, собственно, всегда. И вы, как россияне, должны жить в мире. С другими народами, братскими. Спасибо большое. Чтобы не успокоиться, нужно больше делать. Тогда на беспокойство не останется времени. Больше нет никаких советов? Это основные советы, я считаю. Я не знаю. В принципе, я студент, мне и сейчас хорошо живется. Я мало о чем забочусь, ну, кроме учебы. А так, я думаю, все прекрасно. Студенческие годы, молодость – это, наверное, самое то. Самое главное – не грузиться. Так, как же это не беспокоиться? Сам себе задает этот вопрос. Читать, петь, танцевать, может быть? Нет, 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 это не поможет. Это поможет отвлечься. Я думаю, может быть, временно отключаться от реальности. Ну, как бы, у меня полно проблемы с мужем сейчас. Он слепой, хожу в больницу, все это, все везде за деньги. Ну, я работаю просто. Я уже 7 лет на пенсии работаю. То есть вы считаете, работа – это лучшее лекарство? Ну, конечно. И как ты там все-таки и в обществе находишься. Жить и не беспокоиться? Ну, это такой просто совет, что… Ну, очень элементарно, чтобы постараться просто понимать, что мы находимся только вот в настоящем моменте, здесь и сейчас. И тогда все, что там дальше, как нам может быть это важно? Или то, что было в прошлом, если мы только здесь и сейчас? Ну, просто это очень сложно. Оценить жизнь просто. Да, оценить день, оценить момент, секунду, там, ту самую. Не жить в будущем, там. Думать своей головой. Все. Ну, вот такие интересные советы получили мы от жителей нашего города. Один из, наверное, критериев спокойной и удачной жизни – это как раз является фэн-шуй, о котором сегодня мы и рассказываем. У нас в студии основной гость Руслан, специалист фэн-шуй, и две Натальи, которые верят в эту науку, которой доверяют ей и видят какие-то успешные результаты. Правильно? Правильно. Что ж, как мы и обещали, у нас есть фотографии. Мы должны их как-то сейчас показать, рассказать прямо вот на практике. Что же делать можно, что же делать нельзя, как, что поступать. Готовы как-то прокомментировать? Ну, наши режиссеры, надеюсь, тоже готовы. Сейчас на фотографии они и выдасты на эфир. На экран, на наш. Вот мы смотрим. Ну, собственно говоря, такая презентационная фото с вами. Следующее. Можно, пожалуйста, на фотографию? Руслан, что это? Это как раз та самая карта, которая рассчитывается с толпы судьбы, четыре столпа судьбы, час года, который, как показать-то, в общем, час года там рассчитывается, берется месяц для анализа, сам час, день рождения и час рождения. На основании этих данных производится расчет и делается вывод, карта слабая или сильная. Это делается для того, чтобы понять, какие элементы этой карте полезны. Это не определяет силу или слабость самого человека. Опередили мой вопрос. Хорошо. Да. Удача. Удача детишек. Это, наверное, самый главный вопрос, если можно подольше задержать эту картинку, которую я хотела озвучить на сегодняшний день. А удача, которая дана нам уже живущим, существующим, нам судьбу свою не изменить. Нам нужно только провести коррекцию своей судьбы. Это можно сделать легко, как бы, зная ситуацию, зная Бадзи, рассчитав ее. Но удачу детям мы свою, мы можем уже запрограммировать заранее, рассчитав дату их рождения. Ух ты, даже так. Даже здесь может помочь нам. Даже здесь может помочь. Уже мы для себя можем выбрать полезные элементы, которые могут быть полезны нашему ребенку. Например, какой-то элемент у нас лишний, и мы можем дать это ребенку. Если это совпадает на дату рождения, это вообще шоколадно. А если нет, то мы можем рассчитать, чтобы не было конкурентов, не было власти, и были деньги, и было самовыражение, и были ресурсы. В данном случае у человека будет удача, и по столпам судьбы это все будет видно. То есть можно рассчитать дату рождения? Можно, во-первых, запланировать беременность, я так понимаю, да? Запланировать беременность, да, рассчитать дату рождения. Это будет, конечно, условно на первый момент, но существует такой вариант. Это абсолютно не призыв. Есть показания для этого, когда дети рождаются по Кесарево. В данном случае абсолютно можно легко рассчитать дату рождения, и многие мамы это делают. Опять же, мы не призыв, давайте, чтобы противники нас сейчас не наругали, не призыв, но если вдруг, то можно и так. Если вдруг, ну и в этом случае тоже можно помочь, да. Дальше видим и основные правила. Основное правило, о котором могут многие знать уже, это как бы дом, сзади должна быть гора. Это также и в доме, например, мы сидим за столом, за нами должна быть стена обязательно. Мы не должны сидеть спиной к центру дома, к центру помещения. Слева и справа от нас должна быть защита, это как вот сейчас здесь слева, и справа такая же. Дракон и тигр. Дракон обозначает, что слева должен быть мужчина, справа женщина. И впереди идет ментан, то есть пространство, оно должно быть чистым. Это обрисовывает феникса, птицу феникса, это пруд. С правой мужчина, слева женщина. Можно секундочку прекратить просмотр фотографий? Прям спрошу, чтобы не улетать. То есть, когда супруги выбирают кровать, с какой стороны, к стенке, либо к краю, это вот как раз то самое? Это как раз, да, то самое. Справа мужчина, слева женщина. Я перепутал, потому что видел картинку, да. Слева мужчина, справа женщина. Слева мужчина, справа женщина. Да, и, кстати, это соответствует правилам этикета. Это соответствует правилам этикета. Хорошо, ладно. Ладно, вот, пожалуйста, вам, дорогие друзья, такой секрет в чем-то, да, улавливайте, запоминайте. Откуда эти петки, интересно, взялся? Нет, фэн-шу или? Хорошо, следующую, давайте посмотрим, дальше продолжаем смотреть фотографии, ну и определять какие-то основные правила. Как раз следующая фотография, она говорит о том же, о той же предыдущей фотографии. Сзади мы видим гору, впереди мы видим реку, да, воду или озеро. И справа и слева, если можно, если присутствуют какие-то тоже опорные вещи, которые были представлены в предыдущей фотографии, то будет тоже здорово. А как нам понять, когда мы заходим в дом? Так, давайте объясняем следующий, потом будет вопрос. А вот как раз и как понять, когда мы заходим в дом. Не всегда как бы совпадает вход в дом с фасадной стороной. Это нужно рассчитывать и подходить каждый раз индивидуально. Есть очевидные вещи, например, в данном случае фасад со стороны входа, и сзади мы видим как раз лес, он является горой. Очень как бы удачное получается строение. Если бывает заход со двора, впереди дорога с тыльной стороны дома, но как раз тут получается наоборот, что фасад получается со стороны дома. То есть надо рассчитывать не так, как на самом деле, а опять же... И подходить индивидуально, да. Следующую фотографию нам можно, пожалуйста. Вот мы видим такое что-то, стол, стул, рабочее место. Да, заход издалека. Стол должен располагаться так, чтобы сидящий за ним человек видел входящую дверь. И тот, кто в нее заходит. Если невозможно сделать так, то можно вывернуться из ситуации, провести вот такую манипуляцию, маневрирование, поставить зеркало, и человек видит, кто заходит. Я сейчас вспоминаю свое рабочее место. У меня, кстати, вижу, кто заходит там сразу. Хорошо, ладно. То есть вы контролируете ситуацию? Я контролирую ситуацию. Замечательно. Кошка, при чем тут? Расплесняйте. Голубь. Если бы он знал. А, голубь. А, видимо, он знает, потому что ему рассчитали Бадзе и предопределили, что там будет код в это время, в этот час, и он уже осторожно подходит к этой ситуации. То есть это такая картинка... Да, это прогнозирование. Прогнозирование. Хорошо, видим. Что можно тоже сделать. На таком примере. Немножечко шуточном, но все-таки примере. Ну да, бытийный. Я так понимаю, это как раз план дома, план квартиры. Да, если можно, картинку надо больше оставить. Это вот как раз план дома. Почему нужно смотреть не только дом и человека? Потому что, вот смотрите, первый раз мы посмотрели с левым, мы видим просто картину дома и позитивные места в этом доме. А справа картина уже меняется. Там, где было позитивно только в доме, в совокупности с человеком, картина меняется, и места благоприятно распределяются по-другому. То есть это надо необходимо, если возможно делать паузу в просмотре фотографий, необходимо обращаться к специалисту. Просто так, мне кажется, человек, который вот решит заняться фэн-шуй, не сможет на первых этапах все это распределить, все это понять. Так ведь? Я понимаю. Это так, но вот в последнее время, может быть, я просто в этой, как бы, каше варюсь, фэн-шуй, и очень много информации, много прогнозирования на текущий год, на последующий приходит. Прогнозы даются, говорится, где будет летящая звезда. В этом году она на Западе. То есть на Запад в этом году путешествовать, лететь или дальние поездки делать не рекомендуется, в том числе и пребывать в этом месте. Поэтому рассчитая, обычный человек может рассчитать, в какой зоне находится его место или спальное место, и он просто уйдет из этой зоны. Хотя бы на этот год. Хорошо. Вот такая фотография. Мы видим это отсутствие угла, да? Мы видим, да, вот этот угол, это, во-первых, неправильная форма квартиры, и когда одна зона отсутствует, чего-то в ней не хватает. Если это северо-запад, то в этой семье мужчина склонен к тому, чтобы уйти из дома. Чаще это бывает на моей практике. Последний клиент, у нее отсутствует северо-западный сектор, она как-то только переехала туда с мужем, сразу развелись. Что же делать? Быть может, нам Наталья, как дизайнер, посоветует? Как-то вы сможете это все равно? Зеркала, может, помогают, нет? Нет, не помогают зеркала. Зеркало в этом случае не поможет, если квартиру покупать, то нужно заранее знать, какая зона отсутствует. Иногда может быть полезно, что эта зона отсутствует, потому что для дома, например, и совместно с человеком эта зона неблагоприятна. Тогда зачем она нужна? Хорошо. То есть даже при покупке квартиры, не только на этапе дизайна? Перед покупкой обязательно знать, это важно. Продолжаем фотографии. Видим здесь размеры. Размеры благоприятные. Это для чего? Например, многие для себя это берут, чтобы правильно измерить размер кошелька, чтобы он приносил... Переписывайте, дорогие телезрители, быстрее размеры, сейчас, чтобы... Да, или можно сейчас фотографировать и точно. Фотографируйте, да, чтобы потом понять, какого же размера кошелек, ну и какие-то предметы необходимые. Каждый для себя может по-своему применить, а что-то может другое измерить. То есть это благоприятные размеры для всего? Для всего, да. Для чемодана? Да, для чемодана, для стола обязательно. Если стол не соответствует тому размеру, то там есть такая фишка, поделить на 43. Ну, в общем, там все популярно написано, и остаток из этой уже рекомендуемой, из рекомендуемых определить, что принесет тебе этот стол. Если размер не совпадает, то можно сделать маленькую хитрость на невидимой стороне, снизу определить себе нужный размер, и здесь какую-то либо линию маркером нарисовать красненьким, либо изолентой. То есть как-то прочертить все равно? Прочертить, да. И твой размер будет именно тот, который нужен. Отлично. Слушайте, какие хитрости. А вы как-то поступаете? Так скажите, пожалуйста. Есть у вас такой? Ну, нет. Еще не все тонкости узнали. Ну, интересно, согласитесь. Почему я, да, вот пригласил Наталью, мы вот недавно познакомились, мне очень понравилось совместное ведение. У нас, мы вот недавно начали вместе коммуницировать, и пришли к компромиссу при недавнем построении дизайна у одного из клиентов. Не пожалели ли Наталья, что познакомились с Русланом, что свела судьба вас? Нет, конечно, пришлось двигать и телевизор, и диван, перемещать какие-то зоны, но прислушиваешься к совету, чтобы правильно расставить, чтобы человек жил потом в этом доме комфортно. Хорошо. И опять же, вам будет благодарен за это. Да, и вам будет благодарен за это, думаю, клиенты, которые будут жить в комфорте, потом так или иначе захотят еще раз обратиться, быть может, когда будут переезжать или своим знакомым, близким, друзьям будут передавать какие-то свои накопленные знания. Дальше смотрим фотографии, раскрываем секреты. Это тоже из одних основных правил фэн-шуй. Это вот те самые пять энергий, о которых я уже говорил. Дерево, огонь, земля, металл и вода. Их взаимный контроль, взаимное порождение, и когда ты знаешь, ты умеешь этим пользоваться правильно. Цифры. Опять же, удачные цифры, это так понимаю? Это, да, это удачные цифры. Для каждого ли человека? Да. Эти цифры, опять же, можно подходить индивидуально, но если ты не знаешь, ты пока можешь пользоваться этим и удовольствоваться тем, что есть. Все знают, что четверка не очень любится Востоком, Китаем, поэтому она как бы и несет смерть. Но, однако, смерть не всегда отрицательна, она может нести перемены. То есть кому-то что-то очень... Завершение одного этапа. Завершение одного этапа, начало другого, да. Вот, пожалуйста, не всегда. Конец значит плохо. Хорошо, следующее смотрим. Угол. Это угол в квартире, например, угол стола. Обязательно нужно эти вещи закрывать, либо покупать как-то сглаженные углы, чтобы они были вот так вот, как здесь, очень здорово. Либо можно какие-то гирляндочки туда вешать, но это уже больше девчачьи занятия. Обычно лучше предварительно избежать этих вещей. Хочу, Наталья, спросить. Избегаете ли углов в своей квартире? Да, мы стараемся избегать, поэтому, когда, ну, планировали дизайн, делали ремонт, старались какие-то места делать более округлыми. Вот, конечно, все не получается, безусловно, но поскольку у меня дочка, она очень любит рисовать, наклеивать наклейки, разрисовывать, всевозможные украшения делать, то, в общем-то, всему ее творчеству мы находим применение вот в этом случае. То есть здесь ребенок является только помощником? Только помощником, да. Хораживает своим творчеством. Дальше комментируем фотографии, очень интересно. Это все самые ядовитые стрелы, о чем я тоже говорил. Нужно правильно выбирать свой дом не только внутренний, но и снаружи. Если мы видим линию ЛЭП рядом стоящую или, опять же, угловой дом, углом упирающийся в ваш фасад или тыл или какую-то другую часть стороны вашего дома, желательно покупку жилья в таком доме избегать. Угу. Слушайте, ну это действительно, мне кажется, нужно настолько досконально подходить к вопросам фэн-шуя, чтобы самому потом лучше довериться профессионалу. Ну, хочется еще добавить вот здесь, что бывают такие ситуации, когда человек, выбирая себе квартиру, интуитивно какие-то вещи отвергает. А потом, когда уже знакомится с фэн-шуя, он понимает, что да, действительно, вот он подобрал наиболее благоприятную. То есть чем больше вот я, например, знакомлюсь с фэн-шуем, тем больше понимаю, что ну какие-то вот вещи все равно заложены в человеке интуитивно. И когда он начинает в этом разбираться или получает рекомендации со стороны, это очень важно вот для будущего жилья. Против природы не попрешка, говорится. Да, 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 вот именно это хотел сказать. Хорошо, дальше смотрим фотографии. Угу. Это у нас организация чего? Это организация того же пространства, которое за пределом дома. У нас здесь виден перекресток и машина, которая несется прямо в сторону дома. Это так несется энергия ЦИ. Это энергия уже неблагоприятная, ее нужно избегать. Желательно избегать таких домов, такого жилья. И опять же, если перед квартирой длинный коридор, желательно, чтобы такого тоже не было. Перед квартирой длинный коридор? Да. Хорошо. Вот там еще есть дорога такая, извивающаяся, это может напоминать еще реку. У нас по местоположению город Самара расположено не совсем удачно, потому что Волга огибает ее и только, получается, не обнимает положительно. А от нее. Да, от нее. Положительно получается для Самарской луки и для Рождественной. Но, слава богу, у нас есть такой бонус, река Самарка, которая, получается, обнимает вместе с Волгой. Хорошо, замечательно. Пусть будет Самарский счастливый, будем в это верить. Дом. Повторение предыдущей, наверное, картинки. Только уже на более объемной картинке. Следующая фотография нам, пожалуйста, дайте. Вот это та самая линия ЛЭП, которая очень несет негативную энергетику к дому. И все знают, что, в общем-то, рядом с линией ЛЭП не покупать не только фэн-шу, это рекомендую. Не только фэн-шу, но и здоровье все-таки, свое нужное для речи. Да, здоровье это фэн-шу в любом случае. Тем более, какие-то такие неприятные бонусы при покупке такого жилья нам гарантированы. Смотрим. Это те самые острые углы зданий. Знаем мы на Арбате в Москве такие вот здания, на которых было написано СССР. Они стоят вот именно в таком расположении к другой стороне... Другого дома, да. Да, с другой стороны дороги. Вот если между ними была бы какая-нибудь речка, а между ними она есть, эта дорога, это очень удачно. Она скрадывает эти негативные стрелы. Следующую нам картинку. Слушайте, ну это очень интересно на самом деле. Можно познавать и познавать. Это длинный коридор? Это как раз не длинный коридор. Длинная дорожка. Это дорожка, но она идет не прямо к дому. Она немножко идет сначала с другой стороны. Но здесь показано не это, здесь показано то, как нужно уложить, украсить подход к своей двери, чтобы именно она призывала эту позитивную энергию ЦИП, потому что позитив притягивает позитив. То есть цветы, какие-то украшения, фонарики, 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 быть может быть. Многие видели, наверное, такие стопки нарисованные. То есть это все... Это все оттуда. Плюсом. Да. Хорошо. Есть ли у нас еще фотографии? Спрашиваю я у режиссеров наших. Нет. Последний. Проговорили. Проговорили, да. Ну, мы увидели действительно очень много интересной информации, которую вот одному человеку, опять же повторяюсь, одному человеку запомнить очень сложно. Это нужно прямо вот, мне кажется, досконально кому-то довериться. Я так понимаю, Руслан, у вас есть школа фэншуй. Расскажите, пожалуйста, о ней. Как давно она в Самаре? Кто туда приглашается? Только лишь те люди, которые хотят именно познать фэншуй, либо которые хотят построить свою жизнь по этим законам? Я немножко зайду... С другого? Ну да, с другого. Когда я делаю консультацию по астрологии человека, обязательно провожу это как бы в обучающем моменте. И мне хочется человеку донести, чтобы он потом уже это использовал для себя, использовать дело. В школу также приглашаются люди не обязательно, конечно, желание-то первостепенно. И если... Я хочу сказать, что фэншуй-специалисты, массе своей, вот я очень знаком с этим, люди творческие, и туда притекают люди с психологическим образованием, очень много врачей, как ни странно. Поэтому, если у кого-то есть интерес, не думайте, что вы особенные. Это такая тенденция. Это такая тенденция, это интересно. Хорошо. Ну, я так понимаю, что с радостью примите тех людей, которые сейчас заинтересовались, наши телезрители, которые заинтересовались какими-нибудь такими интересными штуками, которые хотят подобрать, мало того, что, да, мы не проговорили еще, что не только квартиру свою обустроить можно по правилам фэншуй, но еще выбрать дату свадьбы, правильно? Дату свадьбы, дату любого важного события, любого мероприятия, дату полета, дату путешествия. Очень важно эти вещи тоже выбирать. Дату путешествия? Да. Слушайте, ну это очень интересно. Писание контрактов и так далее. Я так понимаю, Красноталья, вот как вы и сказали, выбираете по датам. Да, мне было очень интересно. Первично, когда я обратилась в эту школу, мне был сделан полный расчет подзы. То есть очень важно, когда делают расчет, как вот я поняла, что человек должен знать час своего рождения. Вот, но это позволяет наиболее точно рассчитать успех, удачу человека по годам. Но если даже человек может там по каким-то причинам не знать дату, час своего рождения, то есть определенные ретроградные методы, которые позволяют это определить по каким-то важным событиям в жизни человека. То есть это не так страшно. То есть от обратного, да? От обратного, да. Да, по произошедшим событиям, которые уже были человеком, рассчитываются, рассчитываются час. Угу. Вот. Далее, после того, как полный расчет был произведен, мы еще смотрели очень подробно по годам, это вот именно столпы удачи, то есть какие годы. И что касается прошлого, меня, конечно, безумно удивило, что прошлые годы, которые анализировал Руслан, были очень связаны вот именно с моей жизнью. То, как все протекало, так, в общем-то, и было это видно на столпах. То есть какие годы были наиболее удачные, какие годы были, ну, более неудачные, так скажем. Там взлеты какие-то, рождение ребенка. Все это, в общем-то, видно было на вот этих столпах. Ну и что касается событий каких-то важных, которые вот школа фэн-шуй позволяет прогнозировать, конечно, это безумно интересно и очень приятно, когда то, что ты запланировала на какое-то время, и получается еще по фэн-шуй полное совпадение, то, конечно, вообще-то на таком позитиве все это происходит. А если что-то не так, то вот чем приятен этот метод, всегда можно какие-то найти нюансы, может быть, со временем, часа как-то подвинуться, или, предположим, там перенести день. Ведь, в принципе, в нашей жизни это всегда возможно, какие-то важные события планировать заранее. Поэтому, ну, безумно приятно, интересно. Вы советуете? Очень советую. Можно я внесу большую поправку? Это очень важно. По столпам судьбы можно увидеть, когда у человека будет удача какая-то, ребенок, там, переезд, рождение, и еще какое-то событие. Но не обязательно это произойдет. Потому что, я уже говорил, что это предписано судьбой, но еще есть земля и сам человек. Вы прямо опередили мой вопрос. Опять же, хотел сказать, неужели фэн-шуй это панацея, это вот-вот все, и если будет делать действительно, все по каким-то таким законам и правилам, то все получится. Нет. Есть еще сам человек, есть еще какие-то... Есть его внутренний фэн-шуй. Есть его внутренний. То есть мы напоминаем нашим телезрителям, что, конечно, нужно как-то складывать свою жизнь, конечно, нужно планировать, нужно обращаться за советами, за правилами, но многое еще зависит от самих себя. Абсолютно верно. Что ж, Руслан. Что? В первую очередь от самих себя. В первую очередь от самих себя. Я вас благодарю, что были у нас сегодня в эфире. Было очень интересно. Лично мне, я думаю, нашим телезрителям тоже. Спасибо большое за просмотр. Какое-то пожелание быть может телезрителям буквально на несколько секунд, Руслан, от вас. Уже было озвучено пожелание то, что в этом году на Запад желательно не путешествовать. Это всем уже известно стало. Придерживайтесь этой рекомендации, пожалуйста. Все? Хорошо, спасибо большое вам. Я вам желаю, чтобы удача в вашей жизни всегда сопутствовала. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Не знаю, по фэн-шу это будет либо по личному каким-то, по каким-то другим законам, но чтобы удача действительно как-то ходила как-то рядышком. Не всегда быть может, потому что слишком хорошо, даже нехорошо, но все же почаще. Ну да, если будет какой-то интерес, то, пожалуйста, обращайтесь. Мы обязательно встретимся и все обсудим. Все расскажем, все разложим по полочкам. У нас действительно фэн-шу очень интересная наука, самому познать, наверное, будет трудновато, поэтому обращайтесь к профессионалам и пусть ваша жизнь вкладывается удачно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова